привет друзья не судите строго почему я так на шушковсах потому что мы снова идем в горы и здесь очень туманно и очень холодно вот а находимся мы в болгарии я уже думал ехать на границу поскольку совсем скучно что было в софии но потом вспомнил про одно секретное место в горах где расположилась 7 озер она так и называется 7 рильских озер вот и дорога наверх составляет 5 метров по бездорожью такому либо же на подъемнике который стоит 20 лет но я решил эти деньги лучше потрачу на бензин а время мне позволяет поэтому пойду пешком тем более из-за тумана ничего не увидишь только полчаса будешь мерзнуть на подъемнике а так полезно для здоровья одни плюсы вот так что топаем к этому секретному месту если похода даст я надеюсь я полетаю все таки на дроне потому что я уже жду пока распогодится второй день и терпение лопнуло поэтому я иду так вот в принципе что будет интересно буду показывать вам по дороге офигительный просто вид такого вы еще не видели ну да если бы не туман поэтому топаем дальше я еще ни разу в жизни не поднимался в горы по глубой тропинке не всегда выпадают красные не знаю почему так наверно потому что нормальные герои не ходят зато тут безумно красиво я только сейчас задумался о том что это мой первый соло поход в горы вообще так высоко до этого я ходил на это будет километр полтора тут же подъем на две с половиной тысячи метров это больше чем у Гаверова и это особое ощущение когда ты идешь с кем-то у вас одинаковый темп и идете вы проходите намного больше чем ты идешь один потому что каждый боится подвести друга вот а тут ты идешь захехлся остановился захехлся остановился не знаю даже что лучше но все равно об учет об этом я не думал что я иду один а задумался я об этом только тогда когда увидел медвежьи следы ну и медвежьи следы это не типа там отпечаток лапы на земле а какашки а так как я неделю назад уже сталкивался с мишкой то что-то теперь мне ссыкотно я смотрю по сторонам вот там только что ломались ветки как будто ходил но я никого не вижу и больше не слышу давай еще больше стремя пора валить короче и не речка нашел старинную избу в лесу ну как старинную относительно но к сожалению она уже без крыши и завалено поэтому вовнутри заходить не буду хотя на кирпичи написано постройка 1965 года и дать сами двери переделывали потому что там пена монтажная есть сверху есть еще такого вагончик чайля ничего там он идут мои новые знакомые он поднимается с собакой со своей девушкой я честно хорошо думал он не обонит вообще по что они они идут напрямую а я опетляю разными дорогами вот такими вот но походу его девушка заныла и медленно идет и поэтому все стопорит так друзья поднялись выше подъемников тут есть отель ресторан с дорогущими ценами как обычно и нас ждет снова подъем вверх немножко распораживается но все равно там где мне нужно там туман поэтому нужно подняться выше и в нужный момент запустить андрюху духа сделать свое дело мы сюда шли за красивыми кадрами и ждали их два дня поэтому идем до конца со стороны может показаться будто гейзеры по бокам бьют так мне чтобы увидеть хоть какие-нибудь озера здесь в эту туманную погоду нужно перейти вон через тот перевал минут 20 евре где-то идти еще посмотрим как легко мне дастся там хотя бы будет вид поинтереснее чем ребят первое озеро оказалось и далеки вдалеке там домик это я понимаю приехать сюда тут однозначно есть работа для моего дрона уникальность семирильских озер в том что они ледникового происхождения и расположены на высоте от 2100 метров до двух с половиной тысяч метров над уровнем моря каждая из семи озер носит собственное на имя связанное с его самой характерной особенностью самое высокое озеро называется салзата что в переводе означает слеза вода здесь и правда кристально чистая можно смотреть в лубь озера и видеть прекрасно дно следующее по высоте озера называется окота в переводе глаз из-за своей почти овальной формы окота является самым глубоким каровым озером болгарии его глубина 37 с половиной метров близна как уже догадались переводе близнец самое большое по площади соседству озеро трилистников выбрека рыбнота и дал но то в котором собираются все воды из семи озер и формируют речку джерман я из-за тумана к сожалению всех не увидел но тем не менее подъем вор дал мне столько эмоций что я точно скажу что это было все не зря а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне не верится, что я вообще с утра здесь поднимался Более того, мне не верится, что я хотел еще всего заехать машиной Я, кстати, не пожалел, что не стал подниматься на подъемнике Потому что подъемник и машины все равно вас не завезут к самим озерам Вам придется идти пешком еще несколько километров Поэтому почему бы не пройти не 3 километра, а 5